Музыка Этот груз сейчас идет на ЖД вокзал города Днепр. Мы сейчас окажем помощь в комнате матери и ребенка, где находятся переселенцы. Люди пребывают, люди пребывают совершенно без своих вещей, без резвенены, без денег. Поэтому наша помощь и помощь ВКБ ООН очень сейчас важна. Люди организовались для того, чтобы помочь другим, во всех регионах нашей страны, тем, кто нуждается в первую очередь, это жители Донбасса и южных областей нашего государства. Влажные пасты, полотенца, влажные салфетки, памперсы для деточек, туалетная бумага немаловажная, средства дезинфекции. Огромные куры с гуманитарной помощью приходят на восток Украины и на юг со всей страны. Доставка организована также и из западных стран. Вот, например, одна из таких курс. Здесь сейчас загружена гуманитарная помощь для переселенцев из Мариуполя, но и не только, а из других разных городов Украины, которую разводят по центрам, где находятся переселенцы в городе Днепр. Сейчас едем за маленькой машиной, в которой находится большая гуманитарная помощь для нуждающихся людей, выехавших из Мариуполя и других городов, где сейчас ведется активная боевая операция против Украины или, проще говоря, война. Вот эта машина, она едет на вокзал по улицам Днепра, а внутри товары для тех, кто нуждается больше всего. Люди в движении, кто-то на фронт, кто-то с фронта. А вот волонтеры в Днепре в движении по городу. Здесь они развозят по центрам, где находятся переселенцы из южных и восточных областей страны, гуманитарку. Едем прямо сейчас за ними. В более безопасных регионах Украины открываются, как грибы, центры помощи переселенцам из южных и восточных областей нашей страны. Вот и здесь, в Днепре, в местном общежитии разместилось больше 400 человек. Хотя вместить это здание могло всего лишь 200. Люди живут по двое, по три семьи в одной комнате. И им почти ежедневно приходит гуманитарная помощь. Да, ну, не тяжелая. Не тяжелая, да, да. Вы тут для всех как родная уже, да? Мама называют. Смешно, конечно. Ну, я бабушка такая. Мама-бабушка. На данный момент прям так нуждаться мы ни в чем не нуждаемся. Все пока что хорошо. Выплаты есть, помогают и соцзащита, и ООН, Красный Крест. Как бы люди, ну, пополучали помощь. Здесь приобрели немало, помогли кое-что. И курточки, верхняя одежда, и кое-что уже весеннее привозили помощь гуманитарную. Также бытовое помогли тоже. Ну, уже как бы все разложено, не могу показать. Ну, помощь оказали хорошую. В самом центре этого цеха в Запорожье находится наш украинский флаг. А под ним десятки плит, железных плит, которые используются для бронежилетов. Все вот это помогает украинским военным держать бой на передовой, на линии фронта. И местные волонтеры города Запорожья – самые активные на юге Украины в этой работе. Представляем бронежилеты. Это бронежилет называется киборги. Они без кишенек для... Вот, вот, вот у нас такие вот бывают с кишенками для магазинов. А это киборги называются, они без кишенек, потому что люди, которые нужно повозить, все им это заважает. Поэтому это киборги называются. Бывает, что у нас есть еще маленькие, мы кладем сюда маленькие, або вот такие вот обереги. Привет, дружок. Добрый день. Рад приветствовать тебя. Все готово. Это хлопцам. Нехай служат, защищают. Когда ребята вернулись уже после боя, переодевались, и один другому говорит, говорит, в тебя попало два выстрела. Это они уже увидели, как дырка в бронежилете. Когда он говорит, а я вообще ничего не почувствовал. Ну, понятно, что был какой-то шок. Понятно, это бой был. Но сам факт, ребята остались целы. То, к чему мы стремимся. Чтобы наши военные, которые идут на передовую, которые защищают нас, наши семьи, нашу страну, оставались целыми. Здесь у нас на стенде, снизу до верху, это, можно сказать, порядок того, с чего мы начали и к чему мы пришли. Снизу это самая обыкновенная сталь 3. Она толстая, но абсолютно мягкая. И вот самые, видите, неудачные моменты. Обычным патроном 5,45 она прошивается. От охотничьего ружья, от пистолета она защищает. Но при этом она очень тяжелая. В итоге мы потом пришли к европейским маркам стали, которые можно закупить, которые сертифицированы, которые гарантируют качество. И вот те же самые, просто чтобы ее не уродовать множество, мы все патроны отстреляли. И самое глубокое проникновение мы получаем от 5,45, повышенной проходимости. Видите, вот небольшая ямка, а от основных практически нет слегка. Один из мастеров прямо сейчас работает над новенькой буржуйкой, которую отправят украинским военным на передовую. Такие вот буржуйки помогают пережидать холодные времена или просто посушить вещи, когда бойцы находятся в окопе. Я считаю, что у меня будет больше шансов помочь здесь ребятам, чем там сидеть в окопе, грубо говоря. Я здесь сделаю больше. Кроме этого, мы делаем бронепластины для жилетов. Их тоже вываривали. И первоначально их было плохое качество. Мы, наверное, месяц только изучали материал, сталь, электроды подбирали, чтобы добиться именно качества. Потому что это самые первые бронепластины. У нас выходило, наверное, 30% от браковки. Последние, которые мы делали, у нас вышло под 90% качества. Вот что бы вам такого хотелось бы сделать своими руками, когда наступит мирное время? Ну, когда наступит мирное время, наверное, хотелось бы новую качелью дочки сделать. Я одну уже сделал до войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok